За годы независимости Казахстан выступил локомотивом интеграционных процессов на евразийском пространстве. Страна зарекомендовала себя на международной арене инициативным и ответственным участником глобальных процессов. 2018 год для Астаны начался успешно, а главное продуктивно. Председательство в Совбезе ООН, официальный визит Нурсултана Назарбаева в США, встреча глав стран Центральной Азии в Астане. Все эти важные события не остаются без внимания международных экспертов. Об этом подробнее в следующем материале. Благодаря экономической, политической и социальной стабильности Казахстан закрепился на передовых позициях в Центральной Азии. Безусловным лидером региона Казахстан назвал и Дональд Трамп во время беседы с Нурсултаном Назарбаевым в ходе официального визита президента в Вашингтон. Такие заявления имеют под собой основу. За время независимости Казахстан зарекомендовал себя как государство, способное совместно решать вопросы глобального масштаба. Это в первую очередь предотвращение основных угроз и вызовов борьба с наркотрафиком, распространением религиозного экстремизма, терроризма и нелегальной миграции. Как лидер региона Казахстан проводит интенсивную работу со странами ЕС по созданию новой стратегии Европейского Союза по Центральной Азии. Это подтверждают международные эксперты и политики. Нам сейчас необходимо отразить все национальные особенности и амбиции наших партнеров с точки зрения отношений с ЕС. Поэтому мы продолжим работать, поддерживая региональное сотрудничество в решении таких задач, как изменение климата и развитие межгосударственных связей. Поддержка частного бизнеса также является приоритетом. Мы услышали предложение наших казахстанских партнеров включить в стратегию развития новых технологий, цифровизацию и энергоэффективность. Нам необходимо включить все в документ и найти подходящие механизмы и финансовые инструменты для поддержки экономического сотрудничества и роста инвестиций в регион. Многовекторная внешняя политика Казахстана тесно переплетается с основными посылами страны. Поддержанием мира и стабильности, отказом от оружия массового уничтожения и выверенным экономическим сотрудничеством с партнерами. Январское председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН стало отличной возможностью заявить об этих инициативах на весь мир. Свой миротворческий потенциал Казахстан подтверждает не словом, а делом. Предоставляет площадку для мирных межсирийских переговоров, которые дают существенные для региона результаты. Центральная Азия стала более единым регионом за последние месяцы именно под лидерством Казахстана. Поскольку ваша страна является сейчас непостоянным членом Совета Безопасности ООН. В отношении глобальной безопасности Евросоюз осознает усилия Казахстана в разрешении многих конфликтов. Это не только Афганистан, который находится очень близко, но и процесс по урегулированию сирийского конфликта в Астане, а также сотрудничество Казахстана в отношениях России и Украины. Казахстан важный международный игрок с инициативами по ядерному разоружению и созданию зон, свободных от ядерного оружия. И это очень важный вклад в укрепление мировой безопасности. Для того, чтобы завоевать безупречную репутацию на международной арене, страна, помимо всего, должна обладать достаточным экономическим потенциалом и стабильно развиваться в каждой области. Со всеми этими задачами успешно справляется Казахстан, благодаря прагматичной политике президента. Стратегический план развития страны реализуется в рамках ключевых государственных программ и посланий главы государства. В этом году одной из самых обсуждаемых тем стали пять социальных инициатив президента по улучшению благосостояния населения страны. Рост социальной ответственности – это признак зрелости государства. Социальные инициативы затрагивают намного более широкий круг граждан Казахстана. Они не связаны с бюджетными тратами. Они как раз создают ту систему, которая будет работать и позволит увеличить качество жизни, доходы широких слоев населения. Здесь, конечно, нужно отметить снижение налогов для граждан с низким уровнем доходов. Это признак прогрессивной системы налогообложения, очень популярной в скандинавских странах. Одним из значимых событий марта стала встреча глав пяти государств Центральной Азии в Астане, в ходе которой лидеры обсудили актуальные вопросы регионального сотрудничества. Сейчас оно набирает обороты с особой силой. И Казахстану в этом процессе вновь отводится передовая роль. Айдана Кребжанова, Хабар-24, Астана. Продолжение следует...